всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блунс тд6 и в этой серии на самом деле я хочу купить нового героя и это конечно наш пэт фасти я не знаю как правильно ли я его прочел на русском потому что я уж сколько не читал и постоянно у него как-то по-другому все называлось но в любом случае мы будем в этой серии покупать его новый герой гигантская обезьяна это нам надо это действительно сколько же у нас сейчас денег 60 долларов просто идеально хватило как раз таки на него и купил я его не просто так именно для выполнения определенного секретного достижения которого вы сейчас как раз таки увидите на экране я попробую во время монтажа добавить в чем заключается суть этого испытания по заключению этого когда мы сыграем 10 игр на этом герое нам дадут определенные бонус сейчас даже их найду доплата у нас пока есть только маленькие шары а также у нас потом появится гигантские башни то есть если мы 10 раз сыграем за пэт фасти нам дадут секретное достижение у нас откроются гигантские башни потом уже если мы поставим эти гигантские башни и сыграем с ними 10 игр нам дадут еще одно секретное достижение и там уже будут маленькие а точнее большие шары вроде бы или что но я потом вот внимательнее посмотрю но суть того что сейчас мы будем постепенно пытаться проходить наше секретное достижение заключающиеся в том чтобы мы играли с пэтфасте можем попробовать какую-нибудь новую карту на которой я толком ты не играл знать попробуем простой шарнарий как на самом деле мне эта карта не очень нравилась она же у нас появилась только во время об лунариуса вроде бы когда он только вышел и она меня очень сильно пугала потому что не понимал в чем моё прикол а тут же еще вот так вот два выхода хотя здесь похоже они одновременно идут так давайте вот сюда тогда героя поставлю а сюда бесплатную одну взяну мы сделаем и посмотрим да они а да все так как я и думал на самом деле что они вот так вот будут проходить очень странно о так теперь героя нас будет бить послушайте хорошо бьет он сразу два слоя может пробить офигеть очень здорово так надо немного на обычную взяну прокачать я кстати хочу перед вами извиниться за то что так долго не входило серий все это вышло потому что были определенные как бы обстоятельства я заболел может быть сейчас я надеюсь по голосу это не будет слышно но мне сейчас в любом случае уже полегче и я смогу снимать видео и причем времени вообще не было мне правда за это стыдно и сейчас я буду стараться реабилитироваться и выкладывать видео нормально так будем сейчас вот ставить самое главное что когда вы купите пэт пасти чтобы получить секретное достижение с ним надо именно играть на средней либо сложной сложности карта по крайней мере так писалось в описании как все на деле может быть когда-нибудь мы узнаем так совсем немного шаров у него проходит сплачивающий рев все обезьяны поблизости надолго могут прорывать на один слой шаров больше как по мне это очень полезный навык так то надо будет использовать его если что это в принципе он он похож на бенджамина там только там усиливаются первые четыре обезьяны и при этом они потом типа не могут что-то секунды 4 двигаться это просто есть честно прифигел с того момента что как бы я использовал этот рев а там побежала куча зеленых шаров и при этом наши обезьяны с дротиками ни разу не попала ни по одному из этих шаров вот абсолютно я я же не понимаю как это работает слушайте а тех так много офигеть что за раунд такой так если тут под фасте он еще справляется здесь мы скорее всего сейчас будем копить на арбалет то что без него нам никуда так с ним конечно будет попроще и радиусом получше так не проходите пожалуйста вы чего пускай чуть-чуть естественно в этот момент не захотелось и бензамина но я понимаю что как бы у нас нет такой возможности у нас есть под фасте невероятный герой с которым мы сейчас будем выполнять это достижение секретная о кстати все смотрите он еще и здесь пробивает это очень радует и будем еще сейчас постепенно прокачивать банановую ферму чтобы хоть как-то выходить в плюс по деньгам а то жить как бы хочется у нас уже 16 хп всего 2 гп что это такое так подождите давайте уберем ускорение еще вот здесь вот так вот вкачаем по крайне мере мне так хочется очень сильно вкачать прям как-то жизненно необходимо чувствую я и на самом деле как мне кажется вот здесь было бы очень здорово поставить мага огненного со стеной так как все абсолютно проходят вот здесь на самом верху то есть если поставить огненную стену то она будет очень хорошо спасать от всех так койдем в целом то нормально тут 2 у нас обезьяны они должны хоть как-то допомогать с камуфляжем мы тоже справляемся вот все теперь огненная стена теперь надеюсь будет нам намного легче намного проще я сейчас безумно хочу создать рынок вот знаете вот прям вот и вообще потому что я понимаю что хотя бы с рынком нам будут даваться понемногу до хп а то вот видите что у нас всего 27 хп мне очень страшно тем более после того как я очень много игр играл против лича маги лорда блунариуса и использовал там как раз таки самого начала все эти рынки и я привык к большому количеству хп и про что у нас там 600 хп вот где-то вот в таком вот диапазоне и видеть что сейчас как бы у нас далеко не столько немного страшно так но до рынка нам уже осталось накопить меньше 1000 что очень меня радует также в ближайшее время попробую до пройти этого достижения потом уже вам показать что-то как у нас туда вышло так давайте я тут использую скил его чтобы лучше пробивал шары все таки попробую до пройти конечно не все 10 игр я буду проходить на видео чтобы хотя бы показывать что вот отмечать сколько вы сейчас у нас уже игр есть и сколько вот потом сюда будет чтобы все у нас было хорошо буду также стараться проходить ваши испытания уже начинать просто действительно сейчас такая погода сейчас такой момент когда заболеть очень легко и это ужасно желаю вам всем здоровья все у вас было хорошо то что болеть это правда очень плохо я кстати вот сейчас сижу и не понимаю чё нам ставить хотелось бы еще непонятно куда мог пойдет ким он путем будет идти чтобы лучше поставить чтобы его пробить сложно 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 непонятно на самом деле он давайте попробуем поставить обезьяну нельзя правда насчет тут три раунда хотя не мы должны накопить до липкой бомбы так фу обезьян с дротиками все таки хорошо пока справляются их тут 2 хватает хп хоть как-то начали появляться банановая ферма уже тоже начал неплохие деньги приносить и на липкую бомбу мы тоже должны спокойно то накопить осталось 800 монет и на следующем раунде как раз уже мало пойдет так все липкая бомба у нас есть он так идет это меня радует так и за скил фу мы справились так это очень здорово это меня очень радует вот сюда я бы знаете еще поставил вот так вот шпилька мед мне очень нравится очень полезный очень хороший вот здесь можно было бы ой-ой-ой так я лучше скилл юзану чтобы нас со всеми все помогали как так вот этого я вообще не ожидал так 43 раунд сейчас я тогда попробую допройти до него и и вернусь к вам обратно ребята извините я кажется немного увлекся я только сейчас заметил что как бы 45 раунд уже прошел я до этого проиграл на 43 но следовательно это показатель того что сейчас у меня дела обстоят намного лучше и я даже знаю в принципе из-за чего это все как минимум из-за того что не поставил обезьяну нельзя потому что кроме мобов она вообще 0 вклада какого-то вносит это что я поставил и прокачал подводника это действительно очень крутая обезьяна особенно на этой карте поэтому я вам всем советую если что ее ставить давайте сразу же тут пока нас тут много денег накоплю еще на один рынок следовательно уже в принципе то накопил и я бы еще хотел поставить одного подводника и где-нибудь уже вот здесь вот так давайте кстати автостарт включим будем сейчас тут смотреть что у нас тут получится используем ткил этот наш конечно же так опасно но с камуфляжем у нас вроде бы должны все справляться давайте я даже вот здесь специально поставлю обезьяну и так вот прокачаю чтобы наш подводник здесь мог тоже стрелять по камуфляжу так и в принципе уже дела намного обстоят получше что меня и радует и рынков теперь у нас много дать немного ускорения включим правда я считаю что нам все равно надо будет кстати а чё я не сделал то что вот это взяна маг наша могла также наносить урон к амуфляжу что я считаю максимально тупанул в этом плане потому что это очень полезно было бы нам так ну при этом я вы знаете еще поставил бы подводника нам сюда лучше потому что когда мы делаем передовая разведка то есть он будет видеть мало того что вот эту всю зону так все и вот здесь будет помогать хотя бы немного отстреливать что очень будет хорошо и вот здесь я как раз таки поставил что мало того что он будет здесь стрелять еще и вот здесь будет все видеть все очень продумано на самом деле так ведь тоже бронебойные дрочки прокачали тут кстати они оказываются были не прокаченные но в любом случае с ними мы уже камуфляж будет ой камуфляж мы с мопом будем справиться много проще вот кстати вы сейчас могли их как раз таки увидеть так давайте сейчас тогда поставлю еще на фирму что больше денег нам начать уже получать больше рынков больше сил больше хп нас уже 80 по 92 92 хп это намного мне больше радует чем самом начале когда у нас было два хп то есть к этой карте конечно же надо приловчиться но когда уже немного освоишься когда привыкнешь намного легче будет при этом кстати что мы просто проходим на сложном уровне что было бы если мы там проходили под модификатором например два раза меньше монет или там еще что-то было вообще тяжело наверное так давайте вот еще подводника поставим вот так вот прокачаем посмотрим в принципе четыре таких уже сильных подводника это мощно можно будет еще чуть поставить ферму и и копить на крутой обзину ас мне так кажется она нам нам тут очень сильно пригодится так сейчас тут еще одну банановую ферму а можно еще в принципе потому что сейчас дела обстоят очень даже хорошо меня это не может не радовать так давайте нам еще на один рынок 58 раунд кстати и но сейчас у нас все нормально и мне кажется это действительно все у вас благодаря подводникам вы посмотрите сколько они дамажит действительно наносит большой урон так давайте тут еще один рынок поставлю и пока нам наверное этого будет хватать сперба я бы тут еще знаете вот форсаж прокачал метки стрелок тут метки стрелок теперь можно будет поставить нам кстати посмотрите у нас подпасть и много изменился 10 уровня стал и добавил кстати нам новый скилл таковы же мало как хватает шарму об бфб ддт или если заметен или сдонг и разрывает его на части за пять секунд угол а он только один берет или как это работает на самом деле очень интересно хотелось бы такое проверить так тут много скилл завязать чтоб больше слоев пробивали наши шары так что-то немного опасно было кстати поэтому я бы на своем месте был уже прокачивал обзянулась хоть тоже какой-то до урон и все равно будет помогать причем нормально то урон уже идет как-никак автонаводка очень хорошо справляется так какого бы какой бы мне еще тут обезьяну поставить я пока даже не знаю но к счастью мы пока справляемся давайте кстати попробуем использовать скилл да она действительно взяла но от нифига за обнимала ну реально так с мобами к счастью мы как раз таки и справляемся проблем нет давайте попробуем прокачать до некроманта то есть шары вот так он будет вызывать и сразу же в принципе уничтожать вражеские шары и мне так кажется по урон теперь должно быть получше до обезьяны ас фантома нам еще как бы копить и копить еще целых четырнадцать тысяч нужно 13 и это как бы большое количество но зато потом будет намного у нас лучше дела обстоять так вот давайте его хочу нам чтобы он прям рядом был да с ним пролетал видимо ну естественно это наверное логично но как бы хотелось чтобы он просто самого первого бы взял какого-нибудь и начала обниматься блин прикольно так кстати почти прокачку накопили на фантома и давайте будем вот покупать вот теперь с уроном у нас на многое дела будет обстоять лучше так и сама обезьяна ас тоже но она в основном конечно по мапам наносит пока что мы не видим какого-то нереального урона это нормально ведь правда нормально так я бы хотел сейчас наверно купить первый наш центральный рынок чтобы нам больше денег приносил больше хп и будем уже думать о дальнейших раундах потому что 70 раунды они такие довольно таки подлые особенно ближе к 80 там прям такой такая волна которая мне не нравится и как я думаю на этой карте она будет довольно таки сложная это мы будем стараться справиться как-нибудь может быть где-нибудь можно поставить так снайпера читера на чтобы он видел всю карту вот эти деревни а прям бесит вас знаете можно было бы поставить их точнее удалить их 20 тысяч мы уже 20 тысяч накопили он давать еще один центральный рынок у там как-то неожиданно на самом деле мы так быстро деньги накопили можно будет попробовать вертолетчика вот так вот до дротикового корабля прокачать принципе она сейчас дела обстоят деньгами очень хорошо банановая ферма приносит свои плоды причем очень большие вы посмотрите то есть почти все они уже окупились вот эти разве что может быть еще не окупились потому что мы их только прокачали до центральных рынков и сейчас они уже пойдут во всей своей красе 75 раунд с мобами у нас дела что у ее и как хорошо так все поркачали корабль надеюсь теперь он будет наносить большое количество урона вождь апачи конечно тоже в принципе крутая прокачка но я вообще редко ставлю и как-либо прокачиваю вертолетчиков хотя как по мне это довольно таки полезный но полезная обезьяна если уж так нам выражаться кого бы еще я хотел поставить я кстати знаю я бы хотел поставить друида и прокачать его посередине для начала кто-нибудь а поставить у них же вроде бы по дополнительные деньги что-то вот так вот идет за бананной фермы способность подарок джунглей генерирует деньги при каждом применении плюс дополнительные деньги за каждую банановую ферму вблизи друида также может лозами хватать шар ой-ой-ой я не верю 78 раунд как я и говорил самый ужасный раунд и мы на нем проиграли причем так разгромно ой о-моё и чего и никак уже не получится только заново идти реально так давайте сейчас перепроверю да реально заново вот это я молодец вот это я горжусь собой так ладно попытка номер три мы пройдем эту карту это уже из принципов и верю в нас но все будет хорошо 77 раунд пройден и нас ждет тот раунд на котором мы в прошлый раз проиграли на самом деле в этот раз даже еще лучше чем в прошлый так получается что прям все идет абсолютно хорошо я всех поставил в этот раз я даже кстати приготовился и у меня уже поставленные деревни которые помогают пробивать камуфляж также полностью прокачал друида до лесного духа что тоже будет наносить огромное количество урона потом будем смотреть как сейчас у нас все будет проходить буду прям внимательным за всем этим следить надеюсь что у нас все будет нормально и если это вот то что как раз таки и отчего мы прошлый раз проиграли это невероятно если мы уже это прошли как по мне это будет очень здорово и так все она и есть так можем счет центральный рынок прокачать чё нам нормально будет вы видели только что как раз таки пошла эта волна мой кстати сейчас я авто стартовать включу пошла опять эта волна камуфлированных шаров от которым в прошлый раз проиграли и она просто в секунду уничтожилась конечно тут без друида дело не обошлось причем прям нанес очень большое количество урона в этом бою обезьяна аз уже тоже очень большая молодец так наша обезьяна маг очень тоже сильно несмотря на то что как бы она использовала только огненную стену так фух ну наконец-то мы прошли давайте хотя бы попробуем что ли чуть-чуть еще пожить я не буду больше сейчас никого качать и мы посмотрим сколько мы еще так проживем просто чтобы немного поболтать к счастью мы наконец-то как бы уже прошли первую шкалу для пэтфасти этого злополучного героя кстати давайте будем тратить деньги для его прокачки посмотрим может быть мы успеем его прокачать до 20 уровня и посмотрим в полную мощь в принципе с тем что у нас есть знания нам хватает на то чтобы его ставить самого в начале игре сам начале игры из-за этого как бы как по мне он очень даже неплохо дефает главное его ставить в нормальные места мне так кажется что действительно одно из самых нормальных на этой карте конечно можно было наверное еще где-нибудь вот здесь поставить но почему-то мне именно хочется или хотелось здесь поставить вот сразу же я его видел на этом месте так и сделал так и уже у нас он 19 уровня при атаке право это больше слоев сока выжималка способна захватить несколько больших шаров за раз то очень полезно ничего так озвучка нравится какой-то прям видно что гигант а вот он теперь у нас на максималках скачан и по урону намного больше стал наносить здорово надо бы как-нибудь пробовать его скиллом захватить все его скилл захватить так офигеть он зомга словил это очень здорово это очень классно что он так может причем скилл то очень быстро откладываться или у него вообще не было когда просто заметил а она очень быстро и вы посмотрите то есть мы можем это очень часто использовать это очень классно я как понял потом у нас возвращаться все остальные все таки шары и уже они как бы немного это как это я забыл слова станется ненадолго и кстати в этом раунде мы скорее всего проиграем но еще не страшно не мы не проиграли на удивление в любом случае уже далеко дошли мы прошли еще у нас вроде бы прошел один из этих быстрых дирижаблей но просто у нас хп сейчас предостаточно мы же можем где не уолд-стрит построить по приколу жесть но уже как раундов 12 ничего из боевых обезьян не прокачиваем конечно кроме нашего героя это чтобы посмотреть на его мощь можем себе позволить так он сразу нескольких реально захватил офигеть очень круто мне это нравится только единственное вот что жалко что он их потом отпускает так проиграли а мне и жалко если честно все нормально шаров пробита почти миллион получено денег 317 тысяч пробита муап 1115 использована способностей 18 обезьяна звезда у нас обезьяна ас самое большее что от меня сейчас радует это в том что у нас появились деньги о как видите я в этом и венте очень плохо играю я очень старался на самом деле но что-то у меня не выходило нормально поиграть что-то повыбивать наконец-то у нас появились наши первые деньги 500 долларов а то уже привык на самом деле к некому количеству денег с которым я могу играть если что-то уж прям плохо чтобы потратить их но заново начать играть на том же раунде а тут такого точно не будет и довольно таки сложная карта для меня непривычно было в любом случае я буду надеяться что понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии а с вами был диктофон всем удачи и всем пока